10 детей погибло, 111 получили травмы. В Нижегородской области на 2,4% выросло количество ДТП с участием несовершеннолетних за прошедшие 7 месяцев. Частой причиной таких аварий, по словам начальника автоинспекции Сарова, становится недостаточный присмотр со стороны родителей. Только за прошлую неделю в нашем городе произошло два таких случая. Крайние дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетнего ребёнка, которому было порядка 6 лет, мама его оставила, то есть одного он находился на большом расстоянии от своего дома. Родители не осознают тяжесть последствий, то есть для них это всё в рамках позволенного. То есть если, например, ребёнка оставляют без внимания какой-то промежуток времени, то есть с ними разговариваешь, и они не осознают этого, что да, это нормально, вроде как бы уже взрослым. Каждую неделю автоинспекторы составляют несколько протоколов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Дети проезжают пешеходный переход на велосипеде, не спешившись, перебегают дорогу в неположенном месте и даже управляют транспортными средствами без прав. Состояния опьянения были задержаны. У нас несовершеннолетние, то есть подростки управляли мотоциклом. Состояние алкогольного опьянения. На данных родителей было тоже составлено статья 5.35. То есть их направляют на комиссию, в администрацию, где уже там она принимает решение. То есть такую семью ставят на учёт. На прошлой неделе трое пьяных водителей тоже были задержаны сотрудниками ГИБДД. Десять автомобилистов не пристёгивались ремнями безопасности, четверо не уступили дорогу пешеходам. 30 июля правоохранители вместе с активистами лицея номер 15 и школы номер 17 провели профилактическую акцию «Юный пассажир». Они напомнили водителям о правилах перевозки детей, вручили памятки о том, как правильно выбрать и установить удерживающее устройство. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.